Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня 4 апреля 2024 года и мы традиционно вещаем вам из Одессы. Мы в рыбном ряду, сегодня четверг, рыбный день, а значит, что мы сейчас пойдем узнаем, что можно купить, почем. И есть фишка на нашем канале, мы будем брать номера телефонов продавцов для того, чтобы тот товар, который вам понравился, вы могли позвонить и себе заказать. И я не случайно с цветами, вы знаете, что у нас есть традиция, мы всегда поздравляем наших продавцов с днем рождения. И сегодня не исключение, во вторник у нашей звезды Алены был день рождения. Я по секрету скажу, у нее юбилей, ей 25 лет. Ну или назовем это так, опять 25. Ну кто умеет считать, тот понял. Мы сейчас пойдем ее поздравим. Мы традиционно заказываем вот такие вот шикарные букеты в Fashion Flower Cafe. Ребята всегда подбирают цветы под образ человека, это очень важно. То есть я звоню и говорю, поскольку они смотрят все наши видео, делаем букет для Алены. Они под образ делают букет. Ссылку на ребят я оставляю в видео, под видео там есть описание. Короче, вы все знаете, звоните, заказывайте, при пароле Ясона Саныча действует скидка. Подписывайтесь на канал, если этого не сделали. В общем, мы не тянем рыбку за хвост и идем поздравлять Алену. Аленочка, здравствуйте, здравствуйте, солнце наше. О, идем к нам, это здорово, это здорово. Значит, у нас есть время, друзья, еще одну важную информацию сказать. Если есть ко мне личные вопросы, пожелания или предложения, вы сейчас видите Инстаграм. Просто подпишитесь на меня в Инстаграм, напишите мне в личку, и я отвечу вам. И мы с вами пообщаемся. С днем рождения. Спасибо. Счастья, здоровья. Спасибо, да? Спасибо. Я просто и зрителям показываю, и тебе показываю. Классные. Аленочка, чтоб ты мне всегда цела и пахла. Я по секрету зрителям сказал сколько. Ну, я ребус загадал, я не сказал точную цифру. Вы сказали, чтобы угадали? Я сказал опять 25. Да. Да? Да, да, да. Так и есть. Да? Вот. 5.25. Аленочка, что тебе пожелать? Мне? Да. Здоровья. А ну давай, вообще, я обычно, знаешь, как я поздравляю? Да. Я специально тебя во вторник не поздравил. Знаешь почему? Что ты подумал, Сусан Саныч, забыл, наверное, да? Ну, думаю, да. Вот я специально отморозился, думаю, пускай немножко помучается. Да. Я мучилась. И ведь мучилась, да? Да. Так, давай, держи цветы. Спасибо. Я тебе сразу сейчас, где наш микрофон? Я тебе сразу одеваю микрофон, пока я это делаю. Да. Я все-таки хочу тебе пожелать оставаться вот такой, какая ты есть. Потому что, ну, ты на самом деле умничка. Тебя все любят. Да. Это я знаю. Вот. Я видел, мы же везде все видим. Я видел эту гору цветов, которые тебе подарили на день рождения. Да. Ну, ты выложила, да? Да. В фейсбуке было, да? Конечно. Я знаю, как к тебе относятся родные, друзья, близкие, сотрудники, коллеги. Ну, в общем, все. Вот. И оставайся такой, какая ты есть. Я буду стараться. Главное, будь меня здорова, счастлива. Спасибо. Вот. И цвети и пахни, как вот эти вот цветы. Ой, спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо. И, слушай, ну, мы же, как ни крути, мы на работе. Ну да, мы на работе, да. И мы пришли узнать цены на Рибу. Да. Рибы есть немножко? Рибы много. Рибы много, ребята. Очень даже много, я бы сказала, перед запретом. Ребят, не забываем. Когда будет запрет? 15-го числа запрет. Апреля? 15-го апреля начинается запрет, ребят. Я просто предупреждаю, чтобы не было потом, что вот мы, мы не знали, мы не то, нет. 15-го апреля запрет. Первая неделя будет очень тяжелая. Вы же понимаете. Запрет вообще на все? Нет, речная рыба. Ну, так как море, вы же понимаете. Ну да. На Дунайку не будет запрет, а будет на речную рыбу. Дунайка будет позже, наверное, в мае будет. Да, в мае будет запрет. Да, перед Пасхой там будет как раз 10 дней, 10 или 15 дней. Ну, это Модестович знает, он больше в теме, да. Не, ну у тебя-то тоже бывает, наверное? Я сегодня сдала Дунайку, мы сегодня не решили с ней не вошкаться, мы ее отдали. Ага, я понял. Потому что у нас много речной рыбы, и надо было повылаживать речную рыбу. Хорошо, а чем вы будете торговать? Ну, чем будем торговать, я думаю, что будем, все-таки мы работаем со ставками. Есть ставки, ребята нам будут давать ставковая рыба, будет хорошая, качественная. Вы знаете, у нас всегда хорошая, качественная. Будет карасик, будет короб, будем искать выходы на толстолоба. Ну, что-то будем делать, что-то будем делать. Как говорят в Одессе, нам было трудно, но мы достали. Мы достали, да. Хорошо, давай посмотрим, давай начнем отсюда. Ты и с букетом, и так. Ты посмотри, да, посмотри, зивой как? Да, дуркует. Так, ну давай толстолобик, он у нас по 80, да? Толстолобик у нас 80, вот такой вот 4,5, и вот такой крупненький толстолоб с икрой, это самочка, где-то до десяточки, 100 гривен килограмм такой толстолобик. Карп. Слушай, это прям, да, он дрессированный на тебя? Акробат. Он выступает за тебя в сырке, да? Карп наш, нестровский, красавчик, акробат, 130 гривен килограмм. Акробат, друзья, требуйте акробата обязательно. Карась живой. Карась живой, ребята, разные размеры, и мелкий, и крупный, и средний. Какой вам нравится? Карась 90 гривен килограмм. Сладенький, вкусный тоже наш маяцкий картик. Толстолоб, крупный был у нас по 80, тот 2,2,5, вот такой вот 70 гривен килограмм. Маленького нету, к сожалению, уже закончился такой 70 гривен, все, что могу для вас, делаю. Карп дикарь, днестровский, 120 гривен килограмм, тоже разные, 2,4, даже пятерочку можно я вам подыщу. Судак, судака сегодня просто, от мало до великого. Да, судак сегодня красавец. Это сколько, килограмм? Да, меньше даже, до килограмма, да, до килограмма. Килограмм 180, есть по 200, 230 и 230, да, от 2 до 5, да, весь с икрой, ребят, судак с икрой уже заканчивается последняя неделя. Приходите, покупайте, кидайте уже на Пасху, потому что, вы же понимаете, будет запрет, лучше кинуть. Лучше кинуть в морозилку, да, ну, тем более, если будет запрет, друзья. Купить, кинуть в морозилочку, да. Дунайочка была свежая у нас, мы ее отдали, но она сегодня там 300 гривен килограмм. Да. Малосолочку я сама засолила, одна штучка 100 гривен, ребята. Какая-то хозяйка, да. Ну, просят, просят. Филе карпа крупное 180, стейки карпа 180, филе крупного толстолоба 160, филе среднего толстолоба 150, лещики 80 и 100, крупный с икорочкой лещик тоже уже трется, уже все, ребят, тоже последняя неделя леща. Окунечки, ребят, кто хочет на таранечку высушить с икорочкой, милое дело, я вам говорю, просто супер. Расскажи, как? Ничего особого, просто... Сколько на килограммик? Что на килограмм не будет? Нет, они по грамм по 150, это штук 6, 7-8 штук. Да, берем, перерезаем, как я говорила, вот. Давай, я подержу, дай. Да, подержите, я. После сцветания. Перерезаем тут, вот, выше плавничков. И вот здесь вот дианальное отверстие перерезаем, чтобы заходила соль. Слоями сложили, ну, так же, как и леща мы солим. Кишки не достаем? Не надо. Засыпали трое суток, через трое суток достали. Один, хочу сказать вам, рецепт такой. Вчера была у меня покупательница с Харькова. Сережа с Харькова. Сережа, привет. Мы передаем вам привет, я рассказываю рецепт ваш. Два рецепта мне дала, не знаю, ваша знакомая или ваша жена. Ладно, не будем, не будем, не будем, не будем, не будем. Сережа, ну, что-то делаешь, ну, мало ли. Да, значит, женская солидарность. Не знаю, жена это была или не жена? Значит, рассказывает она, как он солит, он значит, засолил ее, засыпал солью. Хорошо, много соли, неважно какая рыба. Они там и плотву солят, и тараньку, и мелкого леща, и окуня. Засыпал солью трое суток, она полежала, значит, потом какая фигня. Он ее закидывает в воду, в чистую воду. И, значит, пока не начнет... Нет, смотрите, когда рыба начинает всплывать, подниматься, значит, она готовая. То есть мы ее, как бы, вымачиваем, да, там, а он заливает ее холодной водой. И когда рыба начинает уже потихоньку снизу подниматься, то значит, что она уже вымачивалась. Дальше что? И все, потом ее провялили и на сушку. Еще один рецепт супер. Да, рассказываю, значит, для того, чтобы таранька сохранилась, потому что многие кидают ее в холодильнике, она там желтеет, да? Не надо, да. Бывает такое, там, вот когда много, там, 2-3 месяца, она желтеет. Какой таранька может 2-3 месяца в холодильнике гранить? Ну, когда много... А, когда много. Да, значит, смотрите, рассказывает рецепт. Трехлитровая банка. Сухую тараньку слаживаем в трехлитровую баночку туда, поджигаем свечку, то есть, выжечь оттуда в кислород. Создаем романтик или что? Можно и так. Можно и так, да. Значит, выжигаем оттуда в кислород и закрываем, закатываем ключом. Она сказала, что прекрасно сохраняется, никакого ни жира старого, ничего, даже, говорит, вообще идеально. Скажи, где в этой схеме пенный напиток, где пиво? Пенный напиток, ну, везде. В любом рецепте. И в первом, и во втором, и во третьем. Да, перед рецептом первым, после первого, и во втором. И во время тоже. Короче, да. Огромное спасибо тебе, во-первых, за информацию. Еще раз твои цветы все-таки. Да, спасибо. Во-первых, за информацию. Во-вторых, за рецепты, за цены. Ну, это уже покупатели нам приходят, рассказывают. Покупатели, это огромное спасибо. Друзья, кстати, пишите в комментариях свои рецепты, нам тоже интересно всегда посчитать. Мы иногда повторяем ваши рецепты, тем более у нас планируется скоро возрождение рубрики, где мы будем готовить с нашими звездами. Вот, ну, все впереди. Итак, тебе можно звонить, заказывать. Ты не отправляешь по Украине, но одесситы могут забронировать себе, скажем так. Забронировать, да. Особенно сейчас, друзья, в преддверии запрета это очень актуально. В общем, говори на мой телефон. 0-93-0-40-91-45. Звоните, заказывайте, буду ждать вас. Я работаю до пяти, если надо будет, подожду до шести. Если надо будет, подожду до семи. Причем у вас есть сервис, вы почистите. Обязательно. Порежете. Единственное, что пока только не жарите. Ну, это все тоже, опять-таки, перспективе. Я надеюсь. Будем договариваться. Будем договориться. Аленочка, еще раз тебя с днем рождения. Еще раз дайте им целую. Спасибо. Все, ну, а мы пойдем дальше, потому что впереди еще много интересного, друзья. С вас лайк, если вы до сих пор этого не сделали. Ну, а мы идем узнавать цены дальше. Спасибо. Катюша, здравствуйте. Рад вас видеть. У вас вот здесь вот чешуя. Да, ну, это рабочая обстановка. Это рабочая обстановка. Это так задумано, да? Вы специально, да, так макияж делаете? Мы с утра уже чистим, режем, рубаем. Смотрите, витрина очень красивая. Витрина шикарная. Все свеженькое, все вкусное, как всегда. А что происходит с ценами на рыбу сегодня? Ну, цены, в принципе, те же. У нас те же. Но рыбы сегодня немножко меньше. Меньше. Завоз, да. Нас подготавливают, что скоро запрет. Да. Алена уже рассказывала. Да, что скоро запрет и будут, наверное, перебои с рыбой. Но мы стараемся все равно, будем работать. Но все равно это на речную запрет, да? Составка рыба будет. Да, да. Хорошо. Давайте расскажем цены. Давайте покажем, что сегодня мы с вами. Да, смотрите, нам очень красивый карась сегодня. Ну, как всегда. Да, я карась люблю, это моя любимая рыба. Это такой быстрый. А сколько он завесит? Это прям крупный карась. Смотрите, даже на весах 770 грамм. Ага. Да. Такая рыбка большая, икриная, свеженькая, хорошая. Угу. Да. Опа. Так, то есть, в принципе, одного карася можно взять и наесться. А так, вы знаете, и берут один, два, три. Не, ну, одного хватит. 700 грамм. Судачки хорошие, вот такие по 200 гривен. Да. С икрой, да? Тут тоже идут животики пузатые с икорочкой. Ага. Да. Очень красивый такой судачок. Вот мы сегодня готовим его на отправочку. Ух ты. Судачки 3-4 килограмма, тоже икряные. Алена, вы знаете, вы как настоящий рыбак. Вот когда я вижу фотографии с рыбалки, вот так вот люди стоят и с такой же улыбкой. То есть, такое ощущение, что мы его сами поймали, да? Всю ночь ловила. Всю ночь ловила, причем именно этого, да? Да, да, да. Вот смотрите, как я покажу своим зрителям. Класс. Да, смотрите сюда. Друзья, важный момент. Катя отправляет свежую рыбу по Украине. Это важно. Да. Потому что не все отправляют, да? Вот Катя отправляет. Поэтому в конце возьмем номер телефона. Вот у меня мой блокнот. Не показывайте свою бухгалтерию, вы что? Там же секреты. Сегодняшние отправочки уже уезжают. Уезжают. Ну, блокнотик красивый, кстати. Я такого ежедневника маленького не видел. У меня большое, это прям вот классно. Ну, мне удобно. Каждый заказ на листе. Но я сохраняю. Единственный момент, друзья, я хочу уточнить, что сегодня 4 апреля 2024 года, потому что кто-то, может быть, увидел там 22-й год. Нет, это снимается в 2024 году. Все нормально. Ну, шикарный вам показать. Так что да. Да. Продолжаем, чтобы еще не показали. Что у нас еще сегодня? Есть карпики, сазанчики, маяцкие такие. Но сегодня больших тоже нет. Вот тут 2-2,5 килограмма тоже. Ну, его хорошо пожарит тоже, да. Карпики тоже идут на отправочку хорошо вот это. И толстолоб. Вот толстолоб вообще. Толстолоб мы режем, чистим, делаем филе, делаем стейки. Есть балычок хороший, смотрите, покажу. Давайте покажу. Вот такие филеечки. Вот филешки такие красивые. И есть без ребрышек вот такое чистое мяско. Такое 180 гривен. Это уже можно битки жарить, можно на котлеты, можно солить. Все что угодно можно, да. Можно кто-то даже может завялить, посушить. Так что у нас сегодня такой ассортимент нашей свежей рыбки. Стейки тоже, пожалуйста. Все что угодно. Стейки карпика тоже свеженькие, хорошие. Вон, показываю. Все. Толстолоб 140 филешечка. Ну и важно, друзья, что здесь любую рыбу вам почистят, порежут так, как вы хотите. То есть не хотите вы дома, чтобы все это было в шелухе и вот такой вот имидж был, как в Кате, да. То, пожалуйста, вы здесь все это заказали, вам это все сделали. Можно позвонить. Кстати, одесситы могут позвонить, заказать. Вы приготовите. Кстати, вчера мужчина позвонил, заказал 10 килограмм на субботу Дунайечке моему, даже сделал предоплату. Переживал, что... Заберет здесь или не отправляет? Да, придет сюда. Дунайка у вас тоже бывает? Сейчас нету, да, почем была или почем будет? Ну, вчера торговали 300 и поменьше 280. Ага. Это за килограмм? За килограмм. У вас только свежая или соленая тоже? Соленая, есть 150-200 гривен штучка. В зависимости от размера. И копченая 200 штучка. Супер. Все, мы все узнали, кроме номера телефона, по которому можно звонить и все это заказывать. Говорите номер. 067-28-50-120. У вас опыт отправки по всей Украине за границу отправляете? Нет. Еще не было. Еще не было. Нет, опытного, друзья. Давайте, будьте первым. Да. По Украине, пожалуйста, звоните, заказывайте, отправляем. Рыбка доходит вовремя и вовремя все забирают, потому что они ее ждут. Ну, конечно, естественно. Отзывы получаем теплые, хорошие, так что звоните, покупайте, приходите. Друзья, огромная просьба. Все, кто получал любую продукцию, рыбу в данном случае, либо еще, пишите в комментариях. Нам это очень важно, потому что нам важно, как все это дошло. Как вас обслужили, насколько качественно и так далее. Потому что наша задача дать вам максимальную пользу от наших видео. Мы не делаем никакую рекламу, как иногда пишут. Мы делаем обзоры рынков и мы показываем то, что вам интересно. Это очень-очень важно. Катюша, огромное вам спасибо. Хорошей торговли. И вам спасибо. А мы пойдем дальше. Елечка, привет. Привет. Мы простояли, посмотрели, как ты обслуживаешь покупателя. Да. И как вам? Умничка, умничка, умничка. Спасибо, я тоже. Не зря ты у нас носишь титул «Продавец года», да? Ты же носишь такой титул? Не знаю, не дали никакой ни грамоты, ничего. На стенку нечего повешать. Да, да, да. Да, все правильно. Выпишите только грамоту, пожалуйста. Вам качественно все обслужили, ответили, да? Потому что нет, девушка еще думает. Ну, ты же рассказала цены, все, да? Конечно, конечно. Чем отличается? Конечно. Все, чтобы попросить. Так, давай расскажем нашим зрителям, что у тебя можно купить. Давай начнем отсюда. Вот здесь есть легендарная дунайка. Все, что касается деликатеса, все у меня, да. Легендарная дунайка. Смотрите, какая красотка. Получили сегодня буквально полтора часа назад. Свежак. Ну, кстати, уже чуть-чуть такая она покрупнее. Ну, естественно, да. Уже подрастаем. Почем? Свеженькая 300 гривен за килограмм. Солененькая тоже у нас хорошенькая, уже покрупнее. Солененькая 150 гривен штучка. Отсылаем от трех штук. Три и до бесконечности. Копчененькая тоже красотка вот. 200 гривен штучка. Копченую хоть одну можем отправить вообще без проблем. Тут вопрос просто, чтобы человеку было выгодно. Потому что я думаю, что вы платите, что за доставку одной, что двух. Там примерно доставка цена одинаковая. Мне там, когда просят 100 грамм икры, я говорю, мне не вопрос, говорю, но вам не сильно выгодно. Ну, конечно, да, выгоднее брать больше. Уже если да, там, может, соседям кому-то еще что-то надо, не знаю, там, друзьям, как бы, такое вот дело. Ну, стараемся, конечно, стараемся всем угодить. Подожди, подожди, не спеши. У меня вопрос. Виктор Павлик, он в этом году уже заказывал? Слушайте, что-то не слышно. В прошлом году, друзья. Надо было, потому что надо было ему лично к нему обратиться, мне надо было написать. Обращайте. Так он, может, не смотрит. Как это не смотрит? Мне надо снять видеоролик лично для него и отправить ему в личку. Слушай, ну, ты можешь в личку отправить ссылку на это видео. Кстати, да. Друзья, кто знает Виктора Павлика, обязательно отправьте ему ссылку на это видео, потому что в прошлом году он у Иры заказывал Дунайку, и мы хотим, чтобы в этом году точно так же он попробовал. Будем, кстати, да, мы не будем нарушать традиции, раз такое дело. Конечно, конечно. Конечно. Вот в видео есть ссылочка поделиться, нажмите на нее, и там можно через Viber, через Telegram, через WhatsApp, в Facebook поделиться. Русские передачи «Жди меня», разыскиваем Виктора Павлика. Так, ты что-то хотела сказать за копченую? А, за копченую, да. Хотела сказать, что копчение у нас натуральное, классное, это холодное копчение. Ребята, очень вкусно. Я же говорю, мы если берем, то мы берем, делаем все, как говорится, что было. Все качественно, да? Very, very good, классно, да. Так, слушай, ну у тебя, если я заметил, у тебя цветы всегда стоят долго. Это вкусно, да, вот с прошлого раза еще? Да, да, они уже больше недели. Здравствуйте. Здравствуйте. Голова 100 гривен штучка. Это на уху, кстати, голова. А хвост 50 штучка. 50 гривен? Да. Свеженькая, свеженькая. Только, только, только вот нарезалась. Только плавала, да? Только, только, да. Дышат еще, дышат. Отсюда отрезаны, да? Ну да, вот они. Вот наши вот такие хвостовые части, как я говорила, они более постные, они тоже хорошие. Я себе даже иногда и маленькие стейки делаю. То есть, ты еще экономная? Да, конечно, я какая-то, как она? Димовочка. Димовочка, полвернышка в день. Вот. То есть, они более диетические, допустим, если семга, я не люблю сильно жирное. Рассказывай, цены. Я беру себе хвост. Цены? 750 хвостовая часть, в одном хвостике грамм 300, 350. То есть, ты себе берешь 300 грамм хвостик, и тебе хватает на неделю? Не, ну что-то на ужин один раз быстренько. А, на ужин. Свеженькая килограмма на сковородочку. То есть, не на сколько ты экономная? Ну, извините, лучше, я считаю, лучше чуть-чуть, но качественно. По чуть-чуть, да. Чуть-чуть, но качественно, да. Хорошо. Филешка, вот семгочка, вот форелька, свежее филе и слабосоленое, 950 за килограмм, стейковая часть, идет 850 гривен за килограмм. Такая вот красота, я просто, я говорю, мне не хочется аж есть. Я только что делала это филе, она же водорослями пахнет. Это просто для тех, кто почему-то темнее, та светлее. А почему она темнее и светлее? Семгочка чуть-чуть жирнее, но она светлее. Она идет сверху темнее, а мяско у нее светлее. А форель, наоборот, она вот сверху светлая, а мяско у нее такое прям красное. Вот прям вот, звуча брюнетка такая. Бессом и мучи, да? Я не знаю, что это такое, но это должно быть бессом и мучи. Ну, что-то да. Что-то хорошее. Что-то хорошее, да. Сан Саныч плохого не посоветует. 100%. Вот такие баночки, 250 грамм, 300 гривен. Это уже готовое к употреблению. Это слабосоленые слайсики, да. Есть еще большие баночки, полкилограмма, 600 гривен. Семга, форель заказывают. Люди, кстати, часто берут, нравятся. Вот у нас, кстати, девочка только что взяла пару баночек. Она себе в морозилочку кидает. Хозяечка, я считаю, это хозяечки так делают. Морозилочку кинула, раз, гости пришли, быстренько достала уже красиво на блюдце выложила и все. Я тебе скажу, что если девочка взяла пару баночек, это завтра пятница, то она уже обзвонила всех подруг. Девчонки берут винишко. Конечно. Она адресок не оставила, нет? Зачем? Зачем? Мимо. Мы можем все организовать. Я точно такая же хозяйка. Это самый простой вариант, да? Так и нет. Взять три баночки, просверка, я говорю. Да. Что у тебя здесь по вот этим вот рыбкам? Вот это вот красота наша, да. Рулетики, значит, у нас два вида рулетов на данный момент, но свежие и самые крутые, я так считаю. Семга, тунец, маслина и марлин 1300 за килограмм. И палту с марлин, тунец и семга 1500. Вот. Это самых таких два офигенных рулетика мы их берем. Ну и отдельно марлин маслина, 9500 гривен за килограмм. Ирочка, давай расскажем за икру. Давайте. Хотя я не знаю, я почему-то крабы держу в руках. А, ты их хотел? Не, не. Потому что они такие классные, ребята. Слушай, ты ведь, я думаю, я могу купить, но ты мне можешь угостить, у нас вариантов масла. Стырь точно не будет, да? Извините, угостить это задорого. Начинается, конечно. А что купить, за сколько? Ну вот такая баночка, 250 грамм, 1600. Дорого. И ты 1600 гривен пожалела для Сан Саныча? Ай-яй-яй. Скотина. Скотина. Не благодарна, я шучу. 1600 баночка стоит крабов. Да. Это все, там тоже хорошая фаланга. Смотри, мы не тырим, мы просто показываем фокус. Это ты от Барского научился? Молодец. Икорка. Икорка. Да, положи, это действительно. Да, ради бога. Знаете, как это, бог дал, бог забрал, даст больше. Да, да. Согласен. Так, икорка. Кита. 800 гривен, 100 грамм. Вот. Так, это форелька попала. Горбушка. Горбушка 750. Очень тоже крутая. Форелька наша. Форелька 500 гривен, 100 грамм. Сколько вся шикарная. Щучка тоже. Наша золотая, смотрики. Чистенькая, вообще чисто. Чистенькая. 350, 100 грамм. Да. Ну и крабы, крабы, да. Крабы, 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 крабы. Крабы, крабы, крабы. Крабы, вот это маленькая, как говорила, 1600, пол-литра, 4200 и 075, 5000, да. Да ты что? Вот это вот, я говорю, смело можно на день рождения баночку дарить. Идти просто в гости, да? Да, ну это фаланги, это храбы. Ирочка, ну смотри. Я аж в животе загуляла. Ты не завтракала еще? Я, кстати, еще не завтракала, да. Я тоже не завтракала. Только кофе с утра попила и все. Слушай, но тебе можно звонить и все это заказывать. Мне можно звонить, заказывать, спрашивать, консультироваться без проблем. То есть ты еще консультируешь, да? Ну, конечно. Снимаю, порчу, да? То есть это все к тебе? Не говори. Ведунья, бабка-женщина-гадалка. Веня, нет. Просто добрым словом могу помочь. Тоже, знаете, в данное время тоже неплохо, когда все какие-то злые, напряженные, да. Говори номер телефона. 097-492-1521. Ребят, звоните. Все, что я смогу, сделаю. Во всей Украине отправка есть. Обязательно отправляем. Куда за границей уже отправляла? Только ближняя зарубежная. Ближняя, Кишинев. Кишинев, ну тоже нормально. Да. Ну, я же говорю. Мы как бы стараемся наладить, но сейчас на границе очень тяжело. Очень тяжело. Ну, друзья, если еще раз говорю, у вас есть перевозчик, и вы знаете, что он здесь заберет или где-нибудь заберет, то отправят куда угодно, да. Да, дома там на западную я могу отправить все. Запаковываемся льдом, все без проблем вообще. Все доходит, пока никто не жаловался. Я не плевала. Даже скажут, наплевала на рыбу. Наплевала, постучала. Да, да, волосами натрусила. Ну, что делать? Все у нас безопасно. Ирочка, огромное тебе спасибо. Мы все, что хотели узнать, узнали, да? И вам спасибо. Ты нам все правда рассказала. Приходите. Не знаю, может, что-то забыла, потому что я такая, я еще с утра бегаю, я одна к этих еще не приехала, немножко не успевала. У меня телефоны есть, можно всегда звонить. Да, в любом случае, что-то забыла сказать, звоните, пишите. В любом случае, все есть. Главное, свеженькое, вкусненькое. Это 100%. На качество, как говорится, голову. Гарантируем, да? Ирочка, тебе огромное спасибо. Я пошел дальше. Еще там переди много интересного. Я смотрю, там такая таранечка классная. Вон, какая девочка симпатичная ждет. А вы ждете Иру, да, или меня? Да. Иру ждете? Все, ладно, туда я пошел. Не Иру, а Дунайечку девочка ждет. Дунайку, а мы Леха дали. Два раза мимо. Все, хорошего дня. Друзья, наше путешествие по рыбному привозу продолжается. Идем дальше. Тут очень много интересного у девочек. Это то место, где продается Дунайечка, селедочка, хамса, все что угодно. Сейчас мы будем узнавать цены, будем брать также номера телефонов. В общем, все по классике. Ну, и тут очень важно, что, смотрите, все вот это вот можно просто взять и попробовать. То есть вы не покупаете кота в мешке, а покупаете рыбу в блюдце. Рыбка идет. Потихонечку. 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 Рад вас видеть. Друзья. Спасибо. Возаимно. Кто забыл, Алена, она у нас была в длительном отпуске. Сколько вы? Три месяца делали? Да, три месяца. Вы вернулись, уже с прошлым видео мы вас показывали. Да, да, уже есть. Что у вас можно купить? У вас можно купить свежую сардельку. Хамса малосольная. Свежая сардель 110 гривен за килограмм. Красавица, красавица. Красавица, свежайшая. Красавица, хорошенькая, хорошенькая. Ну, она идет размороженная, да? Размороженная. Но нашей нету, что делать. Что маем, то маем. Хамса, друзья, уже готовая. 150 гривен за килограмм. Можно все попробовать. Это же сардель по 110. Уже готовая. Дунайка. У вас есть шикарная дунаечка. Да, дунаечка, красавица. По чем ваша дунайка? Дунаечка 120 и 130. 120 и 130. Да. Все зависит от размера. От размера, да. Бывает больше, бывает дороже, бывает меньше, дешевле. Ну, красавица. Дунайка хороший. Ну, спора нет. Свежечек, свежак, свеженькая. Ну, естественно, друзья, она чем больше, тем вкуснее. Это я вам по опыту скажу, но... Да. Конечно, лучше взять вообще такую огромную. Но максимально сколько? Где-то полкило, да, наверное, было? Ну, да, но она редко бывает. Она такая стандартная идет. Грамм 300. Так, селедочка. У вас есть поштучно. Можно купить вот такую по 80 за штуку. Это уже не дунайская селедка. Это атлантическая. Да, да. Обязательно специалистов. И 90 гривен. Кони. Крупная. Такая огромная, да. Да. И также у вас можно купить срезвомороженую скумбрию 180. И малосольную 180. Да, малосольная тоже 180. Да, это мороженое. Алена, вам можно звонить, заказывать. Вы отправляете по Украине? Говорите на мере телефона. 067-4258-757. Спасибо вам. Да, звоните, приходите. Я вас всех жду. Пишите. Да. Всех жду. Здравствуйте, дева. Здравствуйте, здравствуйте. Надюша, здравствуйте. Здравствуйте. Шикарно выглядите. Очень рада вас видеть. Прилавок шикарный. Слушайте, ну, мне вот нравится этот ряд. Здесь можно идти и вот везде все попробовать нормально. Это важно, кстати, друзья, пробовать, потому что у каждого свой вкус. Конечно, каждый соль по-своему. Да, и это важно. То есть вы не просто так поставили вот эти блюдечки. Конечно, нет. Друзья, то есть у каждого можно и нужно попробовать и определиться со вкусом. Это важно. Ну, и когда люди дают попробовать, то это тоже как бы определенный уровень. Ну, мне кажется, сейчас вряд ли где-то не дают попробовать. Я лично даю и целую, и такую. Пусть пробуют все. Свежая саждель. Ну, свежая, но она размороженная, мы это знаем, мы это говорили и не раз говорили и будем говорить, но условно свежая, потому что не соленая. 110 гривен из нее что можно, беточки? Беточки, котлеты, посолить, потушить, томатику. То есть вы взяли себе и делаете все, что захотите. Вы можете посоветоваться с продавцом, вам будут рецепты. Да. Вы можете найти в интернете. Сейчас, слава богу, вообще все, что угодно можно. А пожарить ее можно просто вот так, да? Конечно, конечно, посолить и пожарить. Вот так можно, да? Мне кажется, нужно быть тоже хорошая. Кстати, не разу так не жарил, вот это интересно. Вот типа как ферину, да, вот такого плана можно пожарить? Так, хамса 150. Красавица хамса. Такая сардель 110. Это она же, но уже с солью. Молотолочек. Уже ничего делать не надо, просто прийти домой, открыть морозилочку, достать запотевшую бутылочку, налить себе полтинничек, да? Да, все, что любит. Что я вам буду рассказывать? Почем Дунайка? Так, Дунайка есть, вот это 130, вот это 150, 140, разные по размерам. Да. Очень красивая, жирненькая, смотрите, какая красавица, очень вкусная. Вот это сколько? 150. 150, но это видно по ней, да. Да, она крупненькая, вот это 130, поменьше, но тоже вкусная, хорошая, просто поменьше размером. А вот это по 140, чуть-чуть больше, вот так. Пока хватает Дунайки, да? Да. Нет перебоев, все нормально. Нет, нормально. То есть, было в начале, когда там вот только появилось, там понятно, ее все разобрали. Ну, сейчас есть слабо. Сейчас я смотрю, да, почти на каждом прилавке есть Дунайка, и это на самом деле радует, друзья. Поэтому каждый, кто хочет, тот может попробовать. Да. Не надо много, возьмите одну, попробуйте. Еще раз делаю акцент на том, что это все-таки, ну, можно сказать, что деликатес. Дунайка всегда считалась, ну, на порядок выше, чем обычная. Да, она жирненькая, полезная, очень. Сезонная рыба. Селедка, да, сезонная. Так, но есть и обычная селедка, есть 80, есть 90 гривенку штучку. Есть кумбрия. Малосолочка. Малосолочка. Вам можно звонить и заказывать. По месту. По месту. Вы по Украине не отправляете. Нет. Скажите номер телефона. 097-70-30-1067. Надюша, я знаю, что вам еще можно заказать чистку сардели, да? Да, да. Потому что каждый, вы можете показать на камеру, как это чистится быстренько? Сейчас вот мы возьмем крупным планом, друзья, чтобы вы просто посмотрели. Потому что на самом деле не все любят, говорится, колупаться, да? А тут, смотрите. Я чистю за килограмм, получается, 50 гривен. 50 гривен берете за чистку, друзья. Все, хребет достали, все, пожалуйста. Филешечка. Кто может повторить этот рекорд по времени, пишите в комментариях. Приходите на привоз, мы устроим батл и будете с Надюшей соревноваться, кто быстрее. То есть вы можете позвонить, заказать вам почистят, вы пойдете заберете, а уже дома пожарите. Ну да. Вот такой вот цель. Короче, любой каприз за наши деньги. Да, да. Спасибо вам огромное. И вам. Мы пойдем дальше. И вам спасибо. Вот она, легендарная ферина, из которой готовят рыбу цаца. Стоит она 65 гривен за килограмм сегодня. Она, в принципе, уже давно такая цена, да? Да, свежая. Это свежая, друзья. Обратите внимание, это свежая, потому что она до этого была мороженая. А это уже свеженькая. Кто-то пишет, а это я котов такой рыбой кормлю. Кто-то говорит, что это деликатес. На самом деле, ребят, из килограмма, вот если вы возьмете за 65 гривен, у вас получится вот такая вот гора цацы. Делается она элементарно. У меня на канале есть видео, в ТикТоке, в Инстаграме мы показывали. Это делается просто и вкусно, и за смешные деньги. Потому что в ресторанах, то, что я видел, подают цацу вот такой вот, не знаю, чуть-чуть и 100 гривен. Ну, как бы, блин, я говорю, вот из килограмма получается просто гора. Поэтому, пожалуйста. Ух ты, у вас такая хамса прям колерованная, да? Ну, это не наша хамсочка, конечно, к сожалению, нечего. Ипорт, ну да, 150 гривен. Ну, 150 гривен всегда. Но, слава богу, что-то есть. Сардель малосольная по 110. Скумбрия тоже малосолочка, да? Малосолочка, да. 180, хотел сказать, 110. И вот такая вот... Это ваша или... Надюшки. Это уже Надюшин прилавок? Нет, нет, мы подаем еще к Надюши. Нет, нет. Ну, Надюшки, это два прилавка. Захватывайте, захватывайте Надюшку. Да, да, да. Надюш, мы уже начали... Заезжай, глядя. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, у вас есть... У тебя уже в дунайке почему? Давайте дунайку вашу покажем. Почему у вас дунайка? Разная тоже. От 100, 120. Самая маленькая сколько? 100. 100 гривен, смотрите. Вот здесь, пожалуйста. Дальше 120, 150 и это 200. Копченочка 150. Сколько? У тебя, друзья. Да. У нас нормально. 150 цена, да. Потому что там есть ваша литра 200. У нас нормальная копченка. У Сашки дорого. Тоже имейте это в виду. Всегда есть выбор. Это очень важно. Тут уже вы решаете, какую и у кого покупаете. Правильно? Да. Вам можно звонить и все это заказывать. Вы отправляете по Украине? Да, мне отправляю по почте. Только для деситов. Говорите номер телефона. 067, 133, 46, 05. Ждем? Приходим. Ждем? Спасибо. Прямо здесь каждый день? Каждый день. Даже в понедельник? Нет, вот в понедельник мы не работаем. Значит, не каждый день. Каждый день, кроме понедельника. Напишут в комментариях, что Надя заплатила больше, чем все остальные. Ее два раза показали. Надюша, здравствуйте. Доброго дня. Это килька пряного посола. Это вы так, помню, вы ее по одной штучке выкладываете. Сейчас жарко, в лето. И я по чуть-чуть, по килограммчику выкладываю, остальное все в сольчике так стоит. 130 гривен за килограмм она стоит? Да, пряного посола, вот иди в таких ветрах. Ага, а это кто? Это Литва делает? Ну, еще месяц, да, Литва делает. Еще месяц, и все. И уже жара поднимется, мы уже не будем брать. Смысла нет, потому что она кипит. Хек, 160 гривен. Еще чуть-чуть позволяет брать, потому что он мороженый идет, позволяет брать еще. Ага. С недельки, полторы, может, потом уже не буду брать. До сезона. Свежая сардель 110, малосольная 110, хамса малосольная 150. Такая тоже 150. Это разные? Разные, да. Это разный улов или это разный производитель, ну, страна? Это грузинская хамса, помельче идет. Она как бочоночек, похожа вкусом нашу и напоминает. Да, да, да. А это турецкая. Это турецкая. Да, она крупная, все красиво. Так, у меня такой вопрос, Надь, вот я думаю, что вы знаете ответ. Не знаю. Если я съем вот эту вот грузинскую, я начну разговаривать на грузинском языке? Конечно. Конечно. Уроки грузинского языка у Нади недорого, 150 гривен килограмм. 150 гривен килограмм. Приходите, покупайте. Ну, а если вы захотите говорить на турецком, то, пожалуйста, покупайте хамсу побольше. Сельдь, Матиусс. И по польскому можем поговорить не только. А что-то есть польское, но тут вряд ли. Да нет, мы понимаем по-польски. Она же недалеко подходит. Недалеко ведь нашла, да. Да, ведь нашла. Да. Они, конечно, живут неплохо, не так, как мы, но нормально. Матиусс. Матиусс, 150 гривен штучка. Хотел свой, хотел интерес заложить, не получилось. 40 гривен штучка. Да, вот эти кони, посмотрите. Это не пони, это кони, друзья. 90 гривен штука. Это селедка у нас, у Надюши. И есть, мы уже начали обзор вот этой вот дунаечки. Рассказывайте. У Надюшки дунаечка 100 гривен штучка. Чуть-чуть больше 120, 130, 140, 150, 170. И если будете брать не одну штучку, а больше, можно торговаться. Ну, я смотрю, вы даете пробовать дунайку. Я, кстати, ни у кого такого не видел, друзья. Смотрите, Надюша дает пробовать. Тоже молодец. Надюша не жадна. Звезда. Звезда привоза, вы на нее посмотрите. Вы же мимо не пройдете, да? Звездюня. Выходите на привоз, видите, видите желтенькую, значит, это Надя. Спасибо. Еще, может быть, Сан Санычин заходит в желтом. Вот. Ну, пока ничего себе пока летнего такого желтого не нашел. Поэтому приходим. Ну, а сейчас елёдочку же вы. Аааа. Это же моя. Это ваша. Ну, да. Давайте, ладно, покажем еще раз. Мария покупца. Мария покупца. Да, по 89 селёдочка. Из кумбрика. Малосольная. С кумбрика 180 килограмм. Ну, и как было, так и осталось. Цены остались на месте. Надюша, вам можно звонить, заказывать. Да, по городу. По Украине не отправляйте, одесситы могут звонить. Говорите на мой телефон. Так, 067-68-055-17. Надежда. Любим ждем. На это можно смотреть бесконечно. Когда Модестович чистит Дунайку. Привет, дорогой. Привет, Александр. Так. Сан Саныч, куда я денусь? Куда ты денешься? А, Салёна, у вас уже почем? Это 200-150. Вот так уже и цены сразу рассказали. Но, тем не менее, важно показать, как чистится Дунайка. Потому что каждый из вас может у Модестовича, и не только у Модестовича, на привозе купить Дунайку. И, собственно, по фирменному университету. Сас, расскажи, как? Давай вот прямо. Ну, вот смотри. Я вот так вот чищу. Спорол тая брюшко, да? Спорол. Потом беру вот так вот делаю. Вот так вот. По косточке вот. С двух сторон. Переворачиваю ножик и вот так. Ага. Вот оно. И вот так вот. Вот это вот счистил. И кидается в водичку. Хорошо вымывается. Ага. Да, да, да. Она отстояла. Вымыл. Ага. Сделал саламур. Развел хороший такой тузлуб. Залил, поставил в холодильник на сутки. На сутки. На сутки. Дальше. Промыл. Да. Можно сделать маленький свежий рассольчик. Там ложечку столовую с горкой соли. Смотря сколько штутик. И залить его по-новому. Достали, промыли и все. Ты отправляешь в рассоле? Да. Я отправляю в рассоле. Сейчас потеплело. Я уже вчера отправлял посылки все ведра. Я добавляю уже лед. Ага. Не доливаю рассола. Добавляю лед. И лед не доливает. Помню, пошли в пивную нам пиво не долили. Здесь даже в воду не доливает. Тут за счет того, что там лед. Лед потает. Я понимаю. Я шучу. Вот. Да, там же не понимают другие. Понимаешь? Сколько раз я объясняю. Ребята, не звоните. Не задавайте. Опять пишут в Вайбере. Понимаешь, оно висит. Вот вчера открываем. Три посылки. Написали. Хотим малосольную Дунайку. Все. Ни адреса, нисколько, ничего, никуда. Ну вот догадайся. Куда, в какой город. Ну, реально? Друзья, очень важный момент. Я уже много раз об этом говорил. Смотрите. Мы вам показываем продавцов. Это не интернет-магазин «Розетка», знаете, где все процессы налажены. Вы нажали на кнопку, и заказ улетел. Это живые люди, которые работают там один-два человека. Когда Ксюша может, она помогает. Нет, Модестович сам. Он круглосуточно монтулит. Я точно вам говорю. И поэтому... Кто-кто, ты-то это знаешь. Я знаю, конечно. И, друзья, просьба везде, где бы вы, ну вот, любому продавцу, сейчас вот на примере Модестовича, пишите. Хочу заказать 3 килограмма свежей Дунайки. Меня зовут так-то и так-то. Нахожусь... Город. Новая почта. Имя, фамилия, номер телефона. Внизу заказ. Все. Да, потому что хочу. Это как бы не список желаний мы скидываем. Он не Дед Мороз. Хочу на Новый год Дунайку. Хотя, наверное, тоже такое можно будет на Новый год узнаем. Значит, Дунайки не знаю, но ты же знаешь. Нет, ну я все заморозить, Сань. Ну, как бы, есть же что-то, которые на Новый год продают Дунайку. Немножко, конечно, меня обрадовали, что пошла Ставрида. О, наша Черноморская. Пошла Ставрида. Ну, пока мы с ценой не можем сразиться. Да, я понял. Мне нужно качество и калибр. Все вот это мелочь меня не интересует. Ты меня знаешь. Да. Как бы, мне не интересно это все остальное. Саш, мы знаем, что у тебя всегда отборная Москва. Молосолка, да. Так, значит, цена за свежую? 300. 300. Пока держится, и, наверное, скорее всего, что и будет держаться. Если не упадет, да? Так, молосолочка у тебя. Да, вот эти вот пять штук, это чисто эксклюзив. Это крупно. Они каждые были по 500 грамм. Ага. Живого веса. То есть, вот такого веса они были по 500 грамм. Вот для сравнения. Дочистки, да. Я просто покажу. Это вот из 200 килограмм выбрал. Было 7 штук их вообще. Я понял. Эксклюзивно, да? Например, из того количества, ты сам видишь, иной ролик, я тащу эту тачку, из того количества ни один человек не сказал. Единственное, все почему-то жалуются, говорят, сильно мало. Мало, да. Все говорят, что мало, согласен. Мне тоже было мало. Я знаю. И копченая, легендарная копченая. Копченка, ты знаешь, копченка делана руками, не ногами. 200 гривен штучка. Цены, как и по прошлому году, цены не поменялись. Я не поднимал, не опускал. Хотя сырье намного дороже. Если в прошлом году было чуть дешевле, даже порядка на 60 гривен было дешевле, можно было взять дунак, то в этом году 60 гривен дороже. И цена такая же, я такую же и оставил. Почему? Потому что даже при том, что на массовом объеме, а у меня очень большое количество людей, вот, вчера только отправили все посылки, вроде бы всех, уже сегодня висят. Говорю, ребята, на завтра, на пятницу я вам отправлю. То есть добавлю, сейчас вот солить, засолю. Думаю, что до завтрашнего утра она просолится, но я успею, потому что процесс очень тяжелый. Так, у тебя на витрине сегодня нету осетра. Осетр будет завтра. Мы сегодня просто не успели. Ну, не успели. Завтра он будет. Завтра и на субботу будет свежее. Если за завтра все не разберут. Или у вас будет поставка и в пятницу, и в пятницу, и в субботу. За счет того, что Благовещение, в воскресенье, можно ходить то, кто посетится, можно кушать воскресенье рыбу. Я как бы, мы, можно было переиграть, но тут роль. Или Дунайку мне не привезут, которую мне нужно засолить, что опять же она была и на пятницу, субботу, и на воскресенье. Или же осетра. Осетра как можно к воскресенью ближе. То есть и в пятницу, субботу, в пятницу рестораны и оптовики завтра. Ну, и наши доблестные друзья. Азиатские друзья. Да, азиатские. Уже звонил Модестович. Друг, ты там оставишь, я завтра приду. Как бы на завтра, да, все там. Но опять же, не раньше, чем 11 часов. Вставрида, возможно, будет, но пока еще нет. Нет, это я так заихнулся, но... Возможно, но это уже радо. Все по остальной рыбе пока, все в проекте. Тебе можно звонить и заказывать, говори номер телефона. 067-133-7188. Ребята, в понедельник не звоните, пошлю. Я сплю в понедельник, говорю серьезно. Ну, надо хотя бы когда-то поспать, да? Итак, ты отправляешь по всей Украине, за границу. Если у кого-то есть перевозчики, друзья, то тоже. Ну, если у вас есть готовый перевозчик, то обращайтесь. Мне понравилось, как моя Дунайка улетела в Израиль. Девочка, которая везла в Израиль Дунайку. Я ее предупредил. Ты на Кишиневе. В Кишиневе, когда вот тебя, ты садишься в самолет, сдаешь эту Дунайку в багаж с Лейер-Сол. Потом рассказал, как ей нужно будет, когда она прилетит. Она в Израиль прилетела, сделала. И оттуда позвонили, говорят, бомба. Я говорю, мой вей, это таки да. Вот Арику только нашему другу не. Арик, ты все равно приедешь, я уже знаю. Он уже договорился. Я, говорит, приезжаю, накрываю столбности, собираюсь. Без вопросов. У меня дома, говорит, с меня поляна. Сань, ты все, что хотел рассказать, рассказал и показал. Мы не будем тебя отвлекать, потому что у тебя еще много работы. Работаю очень. Спасибо, в хорошей торговле. Слава богу. Завалите его заказами. Завалите, чтобы он в понедельник работал. В понедельник я все равно на пьянку иду. Ну, хотя не пью. Хотя многие пытаются меня, знаешь, там, О, с Будуна, о. Вы поспите по 2 часа в сутки. Я хочу свои вот эти, знаешь, ботиночки отдать кому-то, дать возможность прийти сюда и скажу даже, я за место заплачу. Вот пусть просто поработают за меня, я просто постою, понаблюдаю. Каждому свое, ну пусть поработают. Вот реально. Все, ну мы с тобой увидимся, как ты сказал, на пьянке. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я всегда прихожу к вам вот с вожделением, потому что, ну, Сереж, у вас... Хорошая рыба, мне самого нравится. Шикарная. Давайте хорошая, это мне что-то поскромничает. Мне тоже нравится. Прилавок, он такой четкий, выраженный, красивый. Ну и четко знаешь, зачем и почему к вам идешь. Вот, друзья, четверг это маленькая пятница, да, а в пятницу что у нас? Рыбный, рыбно-пивной, скажем так, день, да, у многих, поэтому у Сережи в широком ассортименте тарань, плотва, в общем, давайте посмотрим, что есть. Тарань очень много. И цены на тарань тоже разные. Она может идти вот, что, 550, самая минимальная, да? Да. 550 за килограмм. Сколько такую на килограмм можно, штучек будет? А, сейчас нам все взвесят, друзья, здесь все четко. 85 грамм она весит. Да, 46 гривен. 46 за 45, я думаю, что договоримся, друзья, никогда не забывайте, что можно торговаться. Даже не зная пароля от Сан Саныча, просто на любом рынке торгуйтесь, вам уступят. Если не уступает, значит, это продавец не такой, как надо. Тарань с икрой, смотрите, 650 есть, есть 750, 850 и есть 800. В общем, любой каприз за ваши деньги. То, что я больше всего люблю, я люблю больше сухую рыбу, есть судак 600 гривен, щука по 650. То есть, я больше люблю такую. Кто любит пожирнее, она тоже есть. Так, что еще? Чихонь. Интересная специфическая рыба, она не везде есть. У вас, мне кажется, эксклюзив, да? Потому что я чихонь больше нигде не видел. Кто любит, друзья, вот, 650 гривен за килограмм. Ну и дальше пошла тарань. А, кстати, вот лещик еще тоже интересный, можно показать. Смотрите, какой огромный. 400 гривен. 400 гривен вот такой вот. Щука. И есть у вас холодного копчения. Разная рыба, что там есть? Лещ, судак, жерих, толстолоб. Значит, судак 550, лещ 300, толстолоб 500. Сереж, вам можно звонить и можно все это заказывать. Говорите номер телефона. 067-99-68-398. Вы отправляете по Украине? Да, совершенно верно. За границу есть опыт отправки? Нет. Пока нету? Нет. Но, опять-таки, если у вас есть перевозчик, звоните Сереже, заказывайте. Совершенно верно, так люди отправляют. Так отправляют. Сереж, спасибо большое. Я буду бежать, потому что я... Нет, не убегайте. Ой, я чувствую, я сегодня с перевозом не уйду. Друзья, тут такая красота. Вы просто посмотрите. Это вот ряд, где продают как раз вот тарань. Красота, вкусняшка. И уже когда потеплело, знаете, вот прям уже вот рука тянется, да, к тараньке. Ну, давайте посмотрим, что есть. Тут широкий ассортимент. Так, карасик. Самое главное, это вот такие прилавки, я называю, мечта блогера. Вы подходите, цены все есть. Карасик прям такой интересный. Такой карасик 300 гривен в килограмм. Икриной. Икриной. Я думаю, что тут 15, да, на килограмм, он легенький. Даже больше. Даже больше, может даже 20. Так, тарань без икры. 350, 400, 800 вобла есть. А вот эти вот лещики по чем? От 400 с окрой. За килограмм. За килограмм. Ну, они... 700, 800. 700, 800, да. То есть они, это они когда были живые, они свежие, они были тяжелее. Так же, что они высушились. Такая тарань с 450, 500. Лещик, смотрите, какой шикарный. О, чихонь у вас тоже есть. Тоже есть, появилась свеженькая, да. Ну, свеженькая, в смысле вяленая. Свежеприехавшая. Свежевяленая. 600 гривен за килограмм судак. Обожаю судака. 500. Щука по чем? 600 гривен за килограмм. Это что, бички? Бычки. Есть и легульский с икрой, и есть балтийский. 700 гривен килограмм. А что у вас Александр Модестович делать? Я не понял. Что он это вот? Что он там... Пробует. Идем посмотрим. Я, кстати, Модестович тебе открою тайну, хотя, наверное, ты знаешь. Ты знаешь, что это за рыба? Щука. Нет, потому что это не щука, мы знаем. Это тот толстолоб, который Алена, я поднимал с Аленой вместе. Это толстолоб, звезда тиктока, инстаграма и ютуба, потому что неделю назад... Неделю назад... Ой, мы его снимали, помните? Сколько он весел? 26 килограмм. 26 килограмм. 25 800. 25 800. Мы его снимали, друзья, посмотрите, прошлый выпуск. Вот он был, и вот он стал. Смотри, какая красота. Смотри. Он мясо какое. Вот это вот он сделал. Слушай, Модестович, походу, в тренажерку ходит, да? Смотри, он одной правой, да? Кусок сколько? Наверное, килограмм 7 весит? Килограмм 7. Да? 7. Так, по чем он? 550 за кило. 550 за килограмм, можно взять любой кусочек. То есть вот по-любому кусочек отрезать? Да, любой кусочек. А сколько примерно будет стоить? Ну вот сейчас взвешивала кусочек на 250 гривен. 250 гривен. То есть где-то полкило. Ну, чем выше, тем дороже будет. Понятно, понятно. Это бичок. Копченый. Копченый. С икрой. С икрой. Это уже... Санечка. Ты... Бросай в работу, да? Ну, я ж не пью. Такая я, что пью. Бляха-муха. Блин, обидно. Обидно, обидно. Уже с чем становишься... Так с икрой, смотри. А я вижу. Покажи, покажи, какая красная. Смотри, с икрой идет. Просто песня. Обидно, Модесса. И с чем взрослее становишься, ты забываешь привычки. Выпей, покутись. Пивка, покутись. Дискотеку, да. Я, кстати, знаю одно место. Напомню про дискотеку. Барабуля. Так, от диска стихотеку не слов. Барабуля 400 гривен килограмм. Это копченая. Копченая барабуля. У вас есть... А, я понял, почему здесь Модестович трется. Вы конкуренты Модестовичу, да? Не, не, не. Мы друзья. А, вы друзья. Просто если я смотрю, Дунаечка. Да, Дунаечка. По чем такая Дунайка? 450 гривен килограмм. 450. Ага, вы на килограмм продаете? А сколько там? Килограмм. А, то есть там килограмм? Да. Ну, просоли уже готовы. Супер, супер. Что это за икра? Икра кефали. Батарга. Вот это икра кефали? Да. Сколько даже знаю, чем? Ну, кефали сказали. 2000 кило. 2000 кило. Ну, да. Открою тебе маленький секрет. Открою. Ага заговорил, да, по-одески. Я открою тебя. Мой юный друг, я открою тебя. Это кефаль. Вот это кефаль. Да. Ты видел меня на лотке и видел это мои друзья. Да. Кефаль была вся с икрой. Ага. Море, это чисто кирилл. Да. Вот это сделано икро. Угу. Так, сколько вот это стоит? Что это вообще такое? Это икра в облах. 200 гривен 100 грамм. 200 гривен 100 грамм. Сколько такая штучка будет стоить? Гривен 50. Гривен 50. Друзья, это лучше. Я всегда говорю, вот знаете, в магазинах там чипсы берут, еще какую-то фигню. Это гораздо лучше, полезнее. Ну, посмотрите на Модестовича. Он всю жизнь питается вот этой икрой. Молодой, красивый. Я всю жизнь питаюсь морской рыбой. Ну, а что, ты икру не ешь, что ли? Я все еху. А что вот это такое? Это икра толстолоба, леща и судака. Там ассорти. Сколько? 150 гривен 100 грамм. 150 гривен 100 грамм. Ну, тоже там, я думаю, до 50 гривен 30, наверное, да? 25, 30, 20. Так, ассор. Ух, какая красота. Почем ассор сегодня? 700 гривен штука. 700 гривен штука. Он у вас поштучно продается? Понюхайте, друзья. Я думаю, что камера уже научилась передавать запахи. Чего уже поштучно сильно много потерь. Потеплело и немножко... Вы его стали лучше высушивать, я вижу. Да. Он легенький и высушил. Красота просто, да? Модестович, может, ну его, может, развяжемся? Да нет. Ну, и начинается. Праздники, понимаешь, пост, ну, все так. Потом после Пасхи начнут наши люди ехать. Еще мы будем, как сосиска, надо же подготовить организм. Все, согласен, ты прав. Ты прав, как всегда. Мы успеем, мы свое новерстарь. Я думаю, что мы уже много чего успели в этой жизни. Копченая Дунайка почем? 100 гривен штука. 100 гривен штука? Да. А соленая? 100 гривен штучка, это губная. У вас все по столу, магазин все по столу, я помню. Как минимум вот этот пилавок. Или по тысяче. Пока вы с ценой победили, потому что я нашел по 150, а здесь по 100. У меня 200 вообще. У тебя 200, да. 200 и 100 тысяч. Ну, она же отличается размером, да? Размер. Размер, да. Размер имеет значение, да. Мы все рассказали. А, еще знаешь, что мне нравится? Мне нравятся вот всегда бычки вот на этих вязках, я не знаю. Я часто раньше, когда вот в гости в Киевляно, у меня есть друзья киевляные, я им всегда с привоза привозил вязку бычков. Вот, это просто, ну, как мне кажется... Не, ну, я бы за себя говорю, понятно. Вот я люблю, я не знаю, они точно такие же, как там, но на вязке они как-то по-другому находятся. Их больше кажется. Я как-то был в Касаре очень много лет тому назад, ну, я хожу в февраль месяц, я говорю, продай, ну, по соседям, частный сектор, подайте белое, белое полусладкое вино, вот хочу, говорю, полтора литра, два литра, я куплю, я не пью, нету, нету, нету. Ну, смотрю, так поднимается в гору, блядь, мужичок с двумя канистрами. Я догоняю его, говорю, слушай, я, говорю, с Одессы, первый раз в городе, я поделаю здесь, продайте мне вино, говорю, точно с Одессы, я куплю, смотрите его на паспорт. Пропискал. Он говорит, подожди меня возле машины, я жду, что-то там кругами, какими-то заколками, приезжаю, захожу во двор, он ставит два бокала, два бокала. Поллитровый от пива, да? Да, ставит два бокала, нарезает брынзочку овечью, причем она такая, знаешь, такая твердая, выдержанная. Выдержанная. Ставит и говорит, я сейчас, я говорю, там мне два литра и все. Он, нет, ты должен попробовать. Нырк в погребный, достает красное, достает там еще розовое. Мы попробуем, я говорю, так чуть-чуть. То есть, по пол-литра была дегустация? По пол-литра. А сколько сортов было? Просто интересно. Саня, я на пятом бокале, я уже не помню. Я единственное, что помню, несут две, два по два, одно красное, второе, белое. И думаю, какого хрена я вообще его покупал? Я тебе скажу. И он меня попросил. Ты больше кого зовут? Давай привет передадим. Не помню я его, как раз. Вам все равно огромный привет. Я просто очень люблю приезжать, знаете, вот все. Люди всегда всегда встречают классно в душе. Он тренер по байдаркам. О, о. Ты знаешь о чем? Чего я и зацепился с ним. И он говорит, привези мне, говорит, вот чисто одесский бычка, там что-то одесское. Я ему тогда две вязки бычка, кефали тогда набрал. И привез целую торбу. Правда, на таможне, но тогда еще можно было провозить. Да, да, да. На таможне. А что это? Я говорю, это гостиница, ребята, без вопросов. А вот, но пропустили все. Я ему привезу. Он говорит, да я чуть-чуть кто-то. А он там чуть ли не всему городу раздавал своим знакомым. Ну, ты заслуженный тренер. Маталья Ставич, я тебя люблю как родного, ты это знаешь. Вот, но тут же важный момент. Мы как бы сейчас вот здесь вот берем интервью и рассказываем цены. Я думаю, он решил нас заболтать, чтобы мы не узнали номер телефона, по которому можно звонить и заказывать Дунайку по 100 гривен. Говорите номер телефона. 098 47 11 099. Все, что мы сейчас показали, можно здесь позвонить и заказать. Лучше писать на Viber. Лучше писать на Viber. Вы отправляете везде, по всему миру. Можно и по миру. Берем такой шарик и раз. Так что у кого есть возможность, у кого есть перевозчики, друзья, это важно. Вам отправят хоть в Израиль, хоть куда угодно. Мне, пожалуйста, не пишите. Я не занимаюсь доставкой, я не занимаюсь продажей. Потому что у меня весь директ запретит, отправьте меня в Израиль, отправьте меня в Германию. Дайте номер телефона Модестовича. Друзья, смотрите, во-первых, внимательно видео. Я для этого снимаю видео. Ну, конечно же, я даю номера телефона. Я не знаю, как мы рассказываем. Твой телефон, мне кажется, наизусть уже любой знает наш зритель. Честно говоря, точно знают наизусть. И все равно в ТикТоке пишут, дайте номер телефона, как заказать Дунайк. Задаю вчера вопрос, звонит человек, задаю вопрос. Как? Я говорю, как заказать Дунайку? Я говорю, а вы что смотрели? ТикТок. Я говорю, там же ясно было? Правда, одна женщина позвонила. Вы не переживайте. Я все услышал от Саныча. Я знаю, что пять того, пять того. Но я уточнить. А можно по шесть? Я говорю, конечно, можно. Вот это единственный человек, уже поздно вечером было. Я говорю, хорошо, я сейчас говорю, доберу и я вас вам отправлю. На Днепр, кстати, уехал. Друзья, мы сегодня вам показали вот такой вот привоз. Рыбный день. Я думаю, что видео вам понравилось и было мега полезно. И, конечно же, достойно вашего жирного, прижирного лайка. Или вот такого. Если вы до сих пор еще не подписаны на YouTube канал Взрослый Разговор, то прямо сейчас все бросьте. Под видео нажмите кнопочку подписаться. Рядом с ней нажмите на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. А видео на канале выходят регулярно. Причем они разные, интересные. И у нас, ну, про все абсолютно. И мега полезный контент. Если все-таки у вас есть ко мне личные вопросы, пожелания или предложения, вот мой Instagram. Подписывайтесь на меня в Instagram. Пишите мне в личку. Я отвечаю очень и очень быстро. Ну, и не будьте жаденными. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Там тоже все очень просто. Прямо под видео есть кнопочка поделиться. Нажимайте на нее и разбрасывайте видео по всему интернету. Меня зовут Сан Саныч. Это Александр Модестович. Но мы пошли все-таки за то. Мы пошли. Я думаю, что мы возьмем вот это вот. Давай это вот. Все, спасибо. Мы, да, к Модестовичу обращайтесь. Он заплатит. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!